Всем привет, это MadLuckusChannel, вы смотрите восьмую серию прохождения игрушки для Мулана И в этой серии мы будем исследовать локацию под названием Бессмертное поле битвы То есть у нас сегодня довольно много, что нужно обследовать, потому что эта локация просто огромная И давайте начнем, для начала пройдем куда-нибудь сюда Так, что на этой табличке написано? Здесь нет табличек, описывающих отпечатки лорда темной звезды Найдите его отпечатки в землях темной звезды Здесь слуга Арасих Мед охраняет комнату Атена и комнату правосудия Это хорошая подсказка, давайте ее сохраним И пойдем наверх, наверх Так, вот здесь у нас товарищ, значит наверх он что-то ждет, ожидает, поэтому мы его снизу тяпнем Так, поставим сюда на приступочек, и здесь у нас находится карта Так, ловушка, не надо меня стрелять, пожалуйста В общем, как можно видеть по карте, локация очень большая Я надеюсь, что мы, по крайней мере, большую часть за сегодня успеем облазить Так, здесь у нас Амамы Амамы Были расы пятых детей, что вмешивались в темные таинства жизни и смерти В надежде избежания влияния матери Эниады воюют без устали, чтобы держать их запечатанными Амамы и Эниады были изнуты из ворота мертвых Где свет душ держит их запечатанными Здесь вот картинка довольно интересная, и как бы вот ворота эти самые находятся вот за этим экраном И чуть позже мы там посмотрим, что там, где и как Так, давайте вот это что мы берем, там внизу там личико еще какая-то, почитаем ее Ой, 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 еще так много-то Джерман Гант запечатан в этих землях Битва как буря ожидает тех, у кого есть золотой ключ Вот, так что, чтобы нам с ним сражаться нужен золотой ключ Ну, мы его не скоро найдем Кстати, давайте в Мальбург зайдем А, да-да, я совсем забыл Давайте Мальбург опять отправим куда-нибудь исследовать Давайте пусть она исследовать эту текущую локацию, бессмертное поле битвы Да, и, короче, ладно, Мальбург ускакал, она будет нам что-нибудь, какие-нибудь подсказки давать Че, куда и зачем Ладно, тем временем мы продолжаем исследовать эту локацию Так, я не заходил сюда вниз, здесь у нас живет чувак по имени Сома А, знаешь ли-то, Нибиру? Говорят, Нибиру, рай, населенный теми, кто пришел с небес Те, кто пришли с небес, называли себя Анунаки Это были те, кто принесли человечеству знания давным-давно Говорят, Нибиру находится по ту сторону темной звезды В общем, довольно интересно, какой-то Нибиру Ну и еще ничего непонятное Давайте почитаем, че чувак-то такой Это у нас ремесленник Локопалов, который варит самогон Вот В процессе изучения своей профессии создал вино бессмерти Неприкосновенное вино запечатано где-то в иглане В общем, непонятно, в общем Надышался паров самогона и теперь про какой-то Нибиру ему мерещится Ну, на самом деле, может быть в его словах есть что-нибудь такое интересное такое Так, здесь мне надо было снизу пройти Так, здесь у нас точка, где феи появляются, но мы иначе не будем феи вызывать, потому что зачем Так, 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 хорошо Так, вот там наверху товарищ Так, пусть он сейчас отвернется Отвернись, пожалуйста, да, спасибо Мы на него нападем с наживом Так, ладно Это таблича описана Здесь есть организация, что торгует живыми феями Те, кто получит их одобрение, смогут купить феям свободу Мы уже видели однажды этого Товарища, который продает феи Ой Скелет, что-то внезапно восстаешь из мертвых А тем временем здесь появился наверху приступочек, но мы к нему сейчас пока не попадем Потому что там, если внимательно присмотреться, наверху ловушка И, короче, там надо быстро двигаться, чтобы от этой ловушки избавиться Через некоторое время мы получим специальный артефакт, чтобы эту ловушку можно было обходить Так, горшочек, горшочек Не вари А, здесь у нас что написано Лети подобно ветру Позвольте свои ногам нестись или Это вот как раз подсказка про тот самый предмет, который нам понадобится Чтобы поставить там приступочек И он отпечатает вот этот сундук Но это будет чуть позже А тем временем здесь еще одна локация Так И, на самом деле, я сейчас селепортируюсь в другое место Потому что я хочу все обследовать и приду как раз вот в это место, в эту точку Вот Для этого мы перемстимся в Анфрон То есть мы там однажды уже падали Откуда-то сверху Сверху вниз Здесь неинтересная табличка Совершенно неинтересно буду игнорировать Так И мы пойдем вниз 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 Вот мышка Так Здесь у нас Все еще сидит Хеймдаль По ночам Хеймдаль Не спит Он там где-то сидит Да Сидит и ждет Наблюдает Так Что здесь написано В общем дырка в полу В которой можно попасть чем-то там Вот она дырка Давайте На нее используем Крутящийся сверху Зилпад пишет А здесь какой-то переключатель в полу Да я уже увидел Спасибо Да Он открывает проход Совершенно не нужный На самом деле Ну Ладно Откроем чтобы было Так Ой-ой-ой Так вот я упал в то место Откуда пришел Но я не хотел туда падать Так А я могу подняться наверно Наверх Я же могу подняться Да Не надо телепортироваться Давайте поставим Так Подставим сюда Кубик Он даст нам проход вверх На этом самом верху Мы нажмем на кнопочку Кнопочка И открывает нам Копье Копье это такое Такое дополнительное оружие Которое прямо вот Через все стены Которые можно Оп Пролетает И им тоже можно нажимать на кнопки Даже те которые Где-то внутри стены Находятся И совершенно непонятно Как другие Домоечка Че обнаглело что ли Не видно ее совершенно Можно на них нажимать Вот например вот Так кнопочка видите Оп Отлично Появился приступок Как бы колонна И теперь мы можем Толкнуть Вот этот вот кубик Тем временем Давайте сюда зайдем Здесь у нас живет Кубера Это место управляется Локопалами Шестыми детьми Чья цель контролирует Иглану собственноручно Они захватили Игдрасиль Посматривай Посматривай за их дозорными Если они тебя найдут То вызовут Подмогу Чтобы разобраться с тобой Так Хотим повторить или нет В общем Вот Вот эти вот Десантники Которые здесь ходят Такие вот Похожие на птичек Вот можно видеть Что некоторые из них Просто стоят на месте Смотрят по сторонам Если на них Короче Попасться на глаза Они свистнут И начнет появляться Подмога И всяких разных мест Прибегать Так Давайте еще прочитаем Что скажет Знаешь ли ты Про такое место Которое называется Тага Такаба Такамагахара Это земли из знания Для первых детей Что жили в Иглане С незапамятных времен Идиоты Что трепет о битве Против тех Кто пришел с небес Еще больше идиотизма Заключается в том Что они возвели крепость Вокруг своего дома Так что не может Никто не может найти Никто не может войти В крепость никто не может войти Да Чтобы на них добраться Нужно рыть вниз Да Я уже в своих записях Не понимаю Что написано Ну ладно У них тоже Хорошая Интересная подсказка Нужно будет ее запомнить Где то здесь есть место Под названием Такамагахара Так Ты кто ищет Гейл Фибулу Это что то вроде Пряжка ветра Ну Фибулу Это Такая пряжка Которая Цепляется На мантию Или на плащ И прямо Так вот На шее висит Значит Кто кто ищет эту штуку Сначала должен пройти Лишенного копии зверя Только тогда Ты сможешь летать Как ветер Человеческий потенциал Будет раскрыт Понятия не имею Что за зверь Здесь имеется в виду Кстати кажется до меня дошло Что за зверь имеется в виду Это Вот эта вот штука Которая копья метает Нужно просто через нее Пройти и да, теперь для меня дашь улог, о чем это подсказка, так, здесь сверху ловушка, осторожно, так, и что-то эту фибулу я с первого раза не смог получить, давайте пройдем еще раз, благо здесь недалеко, еще раз сквозь зверы пройдем, и оп, оп, здесь у нас находится гель фибула, она позволяет нам вот так вот быстро разбегаться, да, и, да, чтобы, как бы, она не всегда так мешала, нужно ее отключать, ну, теперь мы можем через некоторые места пройти, где сверху что-то там давит, так, хорошо, два сигила скрыты с водопадом, один из них несет жизнь, тоже очень хорошая подсказка, мы ее просто запомним, так, так, ты, господи, так, как его, давайте его сирикен не закидываем, гранат не закидываем, так, и мы пойдем наверх, так, вот сейчас бы я отказался от феи, который лечит, спасибо фея, так, так, ох, ух тыж, да что такое, ага, так, хорошо, тебя тоже с урикенами, вон их сколько наплодилось, я, короче, попался ему на глаза, он вызвал подмогу, и теперь, короче, они там все запланили, так, теперь мы активируем гель фибулу, и бежим, 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 деактивируем, ставим сюда на кнопочку, отлично, загадка решена, и мы получаем доступ к сундуку, в котором лежит, я не помню, что там лежит, а если лежит, то там пол, это такой артефакт, который позволяет, собственно, как бы это сказать, здесь есть треугольнички, такие вот точки для телепортации, и, короче, мы теперь можем в эти точки, как бы, сохраняться, для того, чтобы потом телепортироваться любого другого места, ага, а эту табличку я, короче, не записывал себе, ладно, давайте сходу пытаемся перевести, здесь секретный алтарь лакопалов находится, это алтарь великого бога Индры, который желает, чтобы однажды настали время разрушения, наверное, что-то такое, ага, только тот, у кого есть изображение лакопалы, сможет пройти, короче, вот, то есть, вот можно еще внимательно посмотреть, на вот эту вот штуку, здесь закрыто, чем-то не понятно, это значит, у нас врата, алтарные врата, или что-то такое, а врата, что ведут к алтарю разрушения рас лакопалы, без праведного символа, фигурке динозавра вход воспрещен, в общем, нам надо будет найти фигурку динозавра, чтобы пройти внутрь, ладно, тем временем мы пойдем вниз, так, здесь у нас, наш старый добрый знакомый, очень старый и очень добрый, так, здесь у нас, как бы, вот этот конкретный экран, еще пару экранов наверх, там у нас вот такой вот провал вниз, на самом его верху находится лифт, там, если что, можно посражаться с белкой Ротоскар, но пока мы туда не пойдем, так, о господи, опасный тип, так, 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 ладно, давайте сюда попозже зайдем, сейчас соображать, наверное, визу не постеса, немножко вниз, давайте, пожалуйста, это, и здесь внизу, да, я хорошо, что не упал вниз, потому что здесь есть очень интересная загадка, за которой лежит какое-то оружие очень интересное, сила будет, да, ровно тому, кто, ам, пам, 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 сможет устоять перед плавящей жарой, вот, я, в общем, очень долго думал, как решать эту головоломку, но, оказывается, она решается довольно просто, а именно, мы сначала этот кубик вниз делаем, и теперь нам нужно его как-то затащить в левую сторону, как туда пройти, пригнуться и проползти, вот, это для меня очень долго доходило, хорошо, один кубик мы поставили, теперь нам нужно поставить второй кубик, для этого нам придется, о, блин, проплыть через жару, что там такое, а, это мой брук бишен, это я, я проверяю бессмертное поле битвы, оно супер большое, настоящий лабиринт, стены сзади красный и синий, похоже, ты пока не можешь добраться по синий части, здесь где-то могут быть врата, которые ведут сюда, много путей закрыты всякими механизмами, так что, походи вокруг да около, чтобы найти лучший способ для продвижения дальше, так, еще одно сообщение, это я, я все еще на бессмертном поле битвы, я прошел самый низ, здесь лавы и, офигеть, как жарко, а, ну, здесь есть путь, который ведет дальше вниз, похоже, что там другая локация, а, если тебе лава норм, то ты можешь пройти, в общем, мне лава норм, но я туда не пойду, ну, пока что, через некоторое время туда пойдем, отлично, мы разблокировали оружие, и это не что-то, наверное, как кнут, кнут-цепь, вот, единственная проблема, как же к нему зайти-то, как к нему подобраться, везде все закрыты, дверь не в ту сторону ведет, вот, а это, на самом деле, делается очень просто, просто падаем сюда, так, так, кстати, вот эта лава, про которую мать Брук упоминала, здесь вот такая вот вертушка еще стоит, но она пока не работает, чуть позже мы ее заставим работать, а, сейчас мы забираем кнут-цепь, и теперь я кнутом могу вот такую вот штуку делать, то есть это более мощный кнут, получается, так, а здесь что у нас, здесь у нас, о, старые приятели, не, не, так, ладно, они покончили жизнь самоубийством, к сожалению, мы вниз пробраться не сможем, это как раз те локации, куда нужно попадать с другого места, хотя, вроде, здесь стены синие, здесь синие, вроде все должно быть доступно, в общем, так, еще один портал, там еще можно наверх пройти, но я сюда не пойду, потому что там все равно у нас пока что нету нужных вещей, туда мы зайдем как-нибудь в другой раз, так, ладно, а тем временем, тем временем мы пройдем, ай, нет, не на шипы, конечно, мы пройдем обратно сюда, нам нужно упасть вниз, вниз, вот конкретно здесь через некоторое время будет очень много воды, но я пока воду специально сюда не сливал, для того, чтобы сделать следующее, о, кстати, вот эта вот интересная штучка, значит, археологический словарь, так, где он у меня, ага, ага, так, так, это механический бог, и скобочках, но это не точно, поразительное сходство с фреской, найденной в руинах Лавента, эры Ольмаков в Мексике, а, на первый взгляд, здесь изображен человек, управляющий машиной в форме дракона, однако, описание гласит печать Чормунганда, в общем, на самом деле, вот в этой штуке запечатан еще один страж, еще один босс, которого надо будет победить, так, тем временем мы получили табличку Кракена, и, собственно, чем я сюда шел, мне нужно поставить грузик сюда, когда это место зальет водой, то этот грузик нельзя будет поставить, и, чтобы это можно было сделать, как бы, сюда обязательно нужно пройти, нам нужно будет найти специальный предмет, который называется якорь, вот, якорь находится в совершенно другой локации, ну, как бы, чтобы, чтобы, о господи, он вызвал подмогу, он же вызвал подмогу, ну, короче, чтобы туда не ходить, я сюда сразу зайду, так, получите сияющее, светящееся кольцо силы, о чем говорить непонятно, так, а, собственно, что мне нужно сделать, вон там вот находится какая-то фигурка, дракончик интересная, его нужно разбить, это можно сделать либо рапирой, которую мы недавно получили, либо при помощи вот этих вот копий, да, и когда это делается, откроется сундук, в котором лежит фигурка-динозаврика, и теперь мы можем попасть, попасть в всякие разные интересные локации, нет, в одну локацию можем попасть, там, где находится этот самый алтарь, да, о господи, да, все, они начали выползать, они начали... граната не ешь меня, пожалуйста, так, летающая тарелка тут еще... господи, так, так, это что такое, добродетели измеряются подобно числу сдутия живота быка, я не знаю, что добродетель написано, ну, наверное, к чему-то нужен, так, здесь у нас лампа времени, нет, это свет времени, свет времени, это машина, которая куда-то светит, и кого-то там запечатывает, собственно, здесь у нас чувак живет, который непонятно как его зовут, он здесь запечатан, и вот, видимо, нужно убрать фонарик, чтобы его освободить, здесь вот, ой, в глоссаре есть Альвис, вот, это один из пяток детей, который боится, ну, короче, светлый свет, ага-ага-ага, и, короче, его вот запечатали, зачем, непонятно, я не буду вчитываться, так, ой, ой, гранаты, кошмар какой, так, можно пройти в эту сторону, да, здесь тоже какая-то табличка, что написано, инфернальный враг кусает за шею колоссального дракона, это виднеет двух вместе, здесь какая-то ажатка, ну, как-то я решать, я не знаю, теперь обратно подняться не могу наверх, поэтому мы, поэтому мы, да, телепортируемся в начало и будем следовать дальше, мы уже, что, получается, облазили, мы верхние, по-моему, три слоя облазили, еще немножко слева и снизу, давайте сейчас, как бы, справа и по центру будем, конечно, так, 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 да, давайте поднимемся наверх, помните, о самом начале я здесь говорил, что здесь скрытая комната есть, она, собственно, находится вот здесь, вот, и там находятся врата мертвых, мы через некоторое время туда попадем, так, а здесь я хочу вот так вот попасть вниз, да, так, оп, и наверх, так, что здесь написано, кто-то, кто хочет открыть наводняющие врата, знаю, что пробуждение этой отрезанной от воды земли будет также пробуждением великого змея, когда вода корней Гдрасилья наводнит эти земли, великий змей будет поднят и все пути оживут. Давайте нажмем на кнопочку, первое, что, значит, у нас, получается, вода наполняет, там появляются водопады, во-первых, нужно вспомнить про подсказку, что там, что-то где-то, за водопадами, что-то такое интересное расположено, вроде печати. Так, еще здесь хочу нажать на кнопочку, это специальный уступчик, с которым можно будет запрыгнуть в, в комнату, которая находится чуть правее, чтобы пройти в врата мертвых, но пока этого делать не буду. Так, это мало здоровья, давайте полечусь немного. полечусь так у меня еще бревен кстати мало давайте зайдем к небу и купим бревен вот ну чтобы как бы это совсем дефицит у меня их не было так и подлечимся отлично и мы возвращаемся в бессмертное поле битвы а теперь я хочу проплыть по тому водопаду да чтобы это сделать нужно подняться наверх так еще выше все выше и выше и выше так а сюда и в воду во первых там внизу находится конвертик который сейчас я хочу забрать ой да что такое так все спокойствие отлично получилось я получил микрочип сетус это короче про 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 да это про рыбку которую мы некоторое время назад кажется в пятой серии с помощью шипов убили как здесь написано в общем какие-то очень нехорошие воды будут ну короче излечать твое тело по-моему я зря побежал лечиться потому что можно было сразу же это сделать так эти штуки кстати еще можно прям принципиально вниз кидать вот отлично открывается проход и здесь у нас живет дедушка вообще можно за 30 монет здесь пойти подлечиться есть очень интересные источники отличаются от текстовом поверхности тем что делают количество здоровья в полтора раза больше чем было до этого очень круто очень интересно так ладно тем временем мы удачи падаем в водопад так так ладно удачи так здесь у нас фракен здесь у нас еще есть печать который распечатывает сундук так кальмара тайги и в котором лежит священный шар и вот короче все что я сейчас собрал в плане здоровья я короче сейчас его обратно потратил кстати вот здесь та локация в которую недавно спускался и там если был уступчик то я бы не смог подняться наверх значит да здесь два сигела которые скрыты за падающими водами и короче проверь за трёхглазовым водопадом тем временем мы идем сюда и короче когда воды наводили этот самый эту локацию то вот эта вот табличка в которой лежит сидит спит German Dunt она поднимается наверх и нас приближает немножко к этому боссу здесь написано а те кто имеет мужолнир может управлять силой штормов молнии шторзят их будут в их распоряжении нужно просто поднять молот принеси мощь молота шторма к столбу что у него похож это тоже хорошая подсказка потому что мужолнир мы через некоторое время получим будем молотом тора орудовать да мужолнир это молот тора если кто не знает так давайте внутрь зайдем здесь живет яма я король преисподней в отставке в смысле меня выгнали из моей единственной из моей собственной преисподней земли под Игдрасилем здесь проживают несколько правителей преисподней один для каждой расы так теперь преисподней под контролем женщины по имени Хейль что выгнуло меня о времена Унравы так про яму читать не будем про этого правителя в отставке мы наверное поднимемся чуть чуть наверх так здесь у нас ага так что здесь написано а здесь у нас пророчество Альфра Сироса часть первая звук наполняет воздух Хеймдал трубит свой рог Игдрасиль сотрясается скрипящий вой доносится из древнего древа ее туна освобождены Хеймдал не спит он бдительно наблюдает сквозь ночь вторжения конца очень эпично а тем временем пройдем сюда да фреска поднялась наверх и теперь так что вообще нет ух ты какая большая фреска офигеть что-то похожее было в Лямулане тоже похоже что здесь запечатан страж нужен так и похоже что здесь есть что-то вроде средства передвижения и короче для того чтобы запустить нужен ключ вот собственно золотой ключ но можно будет чтобы запустить так можем пока пройти с этой стороны ничего здесь у нас а здесь у нас по-моему это секретка какая-то что там лежит ой ага здесь у нас лежит проход который доставляет нас к темной табличке это бессмертное поле битвы крепость тех кто хочет контролировать Иглану вот так и в итоге в итоге в итоге здесь мы уже довольно большую часть исследовали а давайте еще раз переместимся в начало в начало и да кстати айброк что там она спит короче да ага какие-то не членораздельные звуки поставляет там она разные штуки говорится и заходить нет это что-то было то же самое ааа интересно что это ааа маленький чувак в форме головки сыра который гуляет под моей палаткой интересно он вкусный так это оказывается не ааа колобок и не апельсинка головка сыра вот оно что еще мальбург фигни не скажет хотя на самом деле ааа когда из этой штуки ммм выпадает конвертик микрочип то здесь написано что это кабанка это безголовый монстр ааа его глаза и рот расположены на теле изначально дух по имени Ганг Харф что начал атаку из Вальгалы он бросил вызов лидеру лаккапалов Индре и в итоге Индр просто вбил его голову внутрь туловища то есть это был чувак ему по голове утарили чем то тяжелым и теперь у него голова в туловище как это провалилось да бывает так ладно что еще здесь могу сделать как раз вот врата открылись где нужна была фигурука дракона и я могу упасть в него так что кто мне пишет о что это этой структуры не было в короче будь осторожны а здесь у нас сидит Индра это собственно тот самый бог предводитель лаккапалов который голову в туловище вбил ах ты какой негодник так это ты кто подняла стража джермунданте из воды впечатляет и короче похоже у тебя там какие то хорошие амбиции я короче призову анг специально для тебя а и иди отдай свою жизнь если ты этого желаешь вот теперь там появится анг можно будет сражаться но кстати красный анг есть можно уже попытаться начать сражаться но нужно золотой ключ если к нему еще раз подойти то что то он это короче уйди достало умри и он начинает молниями жечь а очень жесткий товарищ на самом деле эти молнии потом нам понадобятся понадобятся они здесь очень большую роль играют ладно так что там оу это короче могло быть и лучше сорян если что не понял что он говорит а здесь у нас еще какая то палатка внутри находится а вот это самое хе-хе-хе-хе так господи где это мои записи ха здесь палатка цвета карри это палатка твоих батя и деда так они все таки здесь что то исследовали я полагаю они хотят посмотреть насколько ты выросла так же возможно беспокоиться тебе тоже не сломай их планку ладно хотя я ломаю крышей чтобы пройти туда по-хорошему ну короче здесь вот видно много-много кнопочек на самом деле это ловушка и чтобы пройти мимо этой ловушки нужно очень хорошо разбежаться и самое главное вовремя прыгнуть потому что если не прыгнуть то чудо не случится а я по-моему даже поздновато наше отрыве а нет все нормально гудыш гудыш а теперь у нас здесь более быстрый проход будет так ой ух ты здесь можно пройти да а здесь у нас находится палатка в которой лежит исследовательские бумаги нашего отца можно еще посмотреть это короче желтая палатка в которой очень сильно воняет карри невидимо сюда ну как бы что еще делать в минус только ходить есть карри зачем еще ходить там еще насорили они везде своими этими упаковками с под карри так кстати а вот здесь вот у нас есть одна из лазей к стене про которую говорилось в подсказках да можно пройти можно там подняться наверх даже это сейчас сделаем поп 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 так камнику табличек конечно мы ее пока читать не будем и мы здесь проходим к кораблю это спиральный корабль про который какой-то из подсказок упоминалось вроде бы или нет я не читал еще в общем чтобы туда пройти внутрь дальше нужно 9 стража замочить так что можно предположить отсюда что как минимум 9 стражей в этой игре есть так 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 еще я куда-то хотел зайти куда же я хотел зайти так он хотел свиснуть помощь так так ага я вот сюда хотел зайти здесь у нас а нет я хочу ой другой сервитин пожалуйста здесь у нас стенка за которой находится печать жизни третьего уровня который открывает сундук но пока мы туда впасть не можем так 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 опять он пытался выйдут на подмогу что здесь написано аааа так здесь написано то что мы знаем это за воротами которые охраняет нитхоп есть локация ice fire 3 top а мы как-нибудь в следующий раз будем исследовать только тем временем тем временем тем временем тем временем тем временем так так отвернись пожалуйста заходим заходим снизу заходим снизу заходим снизу и появляется золотой анг красный анг у нас есть можно было бы посражаться с боссом но мы этого делать не будем потому что чтобы с ним сражаться нужен золотой ключ оп да и наверное в следующей серии мы будем искать золотой ключ для того чтобы получить доступ к боссу чтобы способным короче можно было с ним сражаться попытаемся победить и еще по исследуем куинт локацию так давайте я тогда телепортируюсь куда-то сюда с самого начала сохранить на этом данная серия закончилась всем спасибо за внимание до следующей серии всем пока